Добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы опять находимся в моем ретро-разделе «Назад на рыбалку в СССР». Сегодня мы поговорим о интересной вещи. Это вот такой телескопический спиннинг 70-х годов производства. То есть, чем это интересно, я просто не знал, что в Советском Союзе вообще были такие телескопические спиннинги, что рыболовная промышленность производила их. То есть, я покажу современный мой спиннинг, неважно, их тысяча разновидностей. Такой китайский телескопический спиннинг наверняка у каждых есть. Они бюджетные, стоят недорого. Хорошо брать в поездку, потому что они занимают мало места. Но разговор сейчас будет не о них. Я показал просто современный аналог, который все знают. Разговор будет о советском спиннинге 70-х годов производства. То есть, оказывается, в Советском Союзе тоже были телескопические спиннинги. Были вот такие вот интересные разработки. Сейчас мы рассмотрим это все поподробнее. Я говорю, я думал, что такие спиннинги выпускались только в 2000-х годах. То есть, начали выпускаться после 1991 года. Но я ошибался. Давайте рассмотрим все это поближе. То есть, давайте, спиннинг не комплект. Здесь была такая пробка пластмассовая. На ней была написана цена спиннинга 7,30. И вот такой вот значок PS в виде поплавка. Это пластмассовые спорттовары. То есть, давайте, наверное, рассмотрим. Я вам расскажу. Я покажу вам эмблемы. Такие эмблемы у меня встречаются иногда на блеснах. На вот этих пластмассовых лепестках. Тоже PS. Вот такой я набор снимал. Вот он. PS. Пластмассовые спорттовары. Это завод пластмассовых спорттоваров. Ленинская область. Город Отрадное. Пятая линия. Дом 18. То есть, здесь же тоже с этого набора для наживки коробочка. Тоже 50 копеек и PS. Такая эмблема. Эта эмблема, как я говорил, завода пластмассовых спорттоваров. Но с 1964 года, поправьте, если я не ошибаюсь, этот завод сменил название. И стал называться заводом Блесна. То есть, соответственно, этот спиннинг выпускался до... И, как я знаю, что поменялся логотип. Этот спиннинг выпускался до 1965 года. То есть, следовательно, спиннингу как минимум. Телескопическому уже как минимум 50 лет. То есть, что могу сказать. Здесь я говорил уже. Здесь тоже есть вот на вот этой вставке. Здесь мы видим. Здесь абсолютно любая катушка подходит советская. То есть, Невская отлично. И все дровоинхотовские. Здесь мы тоже есть PS. Пластмассовые спорттовары. И вот эта вставка. Цена 30 копеек. Возможно, они делали... Как бы вот эти вставки для удочек продавались отдельно. Они для пластмассовых удочек именно вот эта вставка. Но здесь вместе все со спиннингом. Далее, что могу сказать. Давайте здесь вот устанавливается... Давайте установим катушку Невская. Здесь вот вставка. Вставляем. И здесь вот все просто. Фиксируем ее и закручиваем. То есть, Невская катушка... Это вот именно... Именно такая вот интересная разработка. Что вот это вот... Вот смотрите. Закручиваем, чтобы зафиксировать Невскую катушечку. Все. Катушка зафиксирована. То есть, в сложном состоянии. Далее, не комплект. Здесь вот тоже... Был такой металлический тюльпан. Ну и в конце, соответственно, тоже был вот такой пластмассовый... Пластмассовый наконечник с тюльпаном. Три тюльпана было. В сложном состоянии. Вот этот спиннинг 92 сантиметра. В разложном состоянии. Он вот так вот раскладывается. Сейчас мы с другого ракурса все увидите. В разложном состоянии. Как вы вот смотрите. Вот он. В разложном состоянии. Он метр восемьдесят. То есть, вот это полноценный спиннинг из стеклопластика Советского Союза. Итак, вот такая вот достаточно интересная задумка. То есть, вот он. В сложном состоянии. До 1964 года. Точную дату выпуска я не знаю. Подходит абсолютно любая инерционная катушка. То есть, у нас три тюльпанчика. Вот такой неплохой спиннинг из стеклопластика. Сколько здесь? Здесь, говорю, была пробка. Цена 7,30. И ПС тоже. Поплавок. Пластмассовый спорттовар. Эмблема. Вот, как бы, вот такой вот достаточно интересный телескопический спиннинг. Как бы, я опять же ошибался. Думал, что они начали. Что я не знал, что они производились в Советском Союзе. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом спиннинге. У кого был такой спиннинг. Как бы, мне интересно. Напишите в комментариях, кто, может, что-нибудь ловил даже на него. Мне будет очень интересно. Как бы, я сам достаточно приятно удивился, что такие спиннинги были. И решил поделиться этим с вами. Что, то есть, начиналось вот не с этих телескопических спиннингов с Китая. А еще в Советском Союзе были полноценные телескопические спиннинги. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. И пропускаемые ретро-разделы. Всем пока.